Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную шапочку. В зависимости от выбранного цвета вы можете варьировать для мальчика, либо для девочки. Я связала для девочки, при этом делала сверху на макушке жгутики. Их можно не делать, можно вязать просто вот такие вот полосочки из двух лицевых. И если вы, допустим, выберете голубой цвет и сделаете полосочки, то уже получится шапочка для мальчика. Даже если вы сделаете на нее вот такие вот бубончики, не делая бантика. Вот, данная шапочка у меня связана на обхват головы где-то до 50 сантиметров. В принципе, можно одеть на ребеночка где-то от, я думаю, порядка 9 месяцев до полутора года. Если возьмете ниточку потолще, то, в принципе, можно вот такую шапочку одеть до двух лет. Ну, где-то смело, я думаю. В принципе, как мальчику, так и для девочки подойдет размерчик. Как вы видите, здесь вот она растягивается. И вот эти вот две полосочки заменяют нам манишку. То есть, в принципе, эта шапочка удобна. В народе ее называют шапочка-шлем. Вот, вяжется она вместе с манишкой. И, как вы видите, удобно тем, что нет никаких пуговичек, застежек. Она одевается просто через голову. На обхват головы здесь все как раз. И затем продевается, одеваясь на шею вот эта манишка, закрывая грудку и спинку ребенку. И здесь вот так вот будет личико. То есть, довольно-таки легко вяжется шапочка. Получается в итоге очень даже красивенькая. Украсить вы сможете ее на свой вкус. То есть, можете какие-то бусинки пришить, пуговички, если на девочку. Либо какие-то пуговички в виде машинок для мальчика. То есть, в принципе, украсить на любой ваш вкус. Кому интересно и понравилось, конечно же, присоединяйтесь. Вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу турецкую Yarnbee Everwes. Также можно использовать, в принципе, стандартную нашу Lanugo 240 метров в 100 граммах. Более подробно о этой пряже вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку оставлю. Смотрите в описании под этим видео. Спицы номер 3,5 чулочные. И также вам понадобятся ножнички. По ходу вязания вам может понадобиться булавочка для вязания, либо дополнительная спица приблизительного размера ваших спиц. Можно это все заменить просто ниточкой с иголочкой. Нам нужно переодеть по ходу вязания некоторое количество петелек, для того, чтобы потом не делать лишний раз набор петелек. Для начала вязания наберите 50 петелек на 2 спицы и затем прямыми обратными рядами провяжите резиночкой 2х2 12 см полотно в высоту. При этом начинайте с кромочной лицевой, 2 изнаночной, 2 лицевой и так далее, заканчивайте с двух изнаночных, лицевая и кромочная петля. Вот такие вот детальки вам нужно связать 2 штучки. Как вязать резиночку 2х2 и делать набор петелек, есть отдельное видео для тех, кто не знает. Я думаю, что здесь труда вам не составит особого, поэтому вяжем две вот такие детальки высотой 12 см и затем продолжим. Вот она у меня связана одна деталька, при этом я люблю, чтобы у меня с лицевой стороны была вот эта наборочная косичка, то есть не первый ряд вот такими рубчиками, а именно косичкой. У нас рабочая наборная ниточка вот должна находиться с левой стороны. Хотите, в принципе, можете выполнять по стандарту. И вот она отрезанная ниточка, провязан последний изнаночный ряд. Первая деталь и затем у нас связана вторая деталь, точно так же. Вот эта наборочная косичка у меня находится с лицевой стороны и я закончила вязание с изнаночной стороны. По количеству рядочков одинаковая абсолютно, можете даже пересчитать, либо же просто сантиметровой линеечкой отмерить 12 см. И не спешите отрезать ниточку со второго отрезочка провязанного. Мы сейчас будем соединять вязание круговую, поэтому приготовьте остальные три спицы. Для начала нам нужно взять третью спицу и провязать резиночкой 2х2 один лицевой ряд, там где у нас ниточка не отрезана. То есть просто провяжите по рисунку до конца вот этого ряда. При этом в середине полотна введите четвертую спицу и довяжите до конца ряда уже второй спицей. До конца ряда довязали, полотно у нас уже на двух спицах. Теперь берем отрезанное полотно, первое связанное, вот оно у нас, кончик ниточки, и кладем вот этими рубчиками вперед. То есть смотрите, чтобы у вас рабочая наборочная ниточка была с правой стороны, а верхняя, вот это вторая, второй отрезочек, второе полотно, была ниточка с левой стороны. То есть вот так как бы серединкой вовнутрь. Вот, если вы сложите, у вас получается косичка и с этой стороны, и с этой стороны, а рубчики с внутренней стороны. Теперь берем, поворачиваем к себе вот так вот вязание, то есть как бы рассоединяете лицевыми сторонами вверх. Теперь берете рабочую ниточку, отправляете вместе с вот этой рабочей ниточкой вниз и кладете обе рабочие ниточки на пальчик себе. То есть как бы приготовились вязать. Теперь, вот она наша кромочная петля с первого полотна, там где рабочая ниточка, мы ее приспускаем на следующую спицу, вот так вот, рабочая ниточка у вас за работой. И теперь вот эти три петельки, первая кромочная с первого полотна и две вторые петельки, то есть вот она кромочная и лицевая со второго полотна, вяжем три петли вместе одной лицевой. При этом я буду по ходу работы завязывать и рабочую ниточку с первого полотна, и отрезанную ниточку со второго полотна. То есть мы провязали лицевую петельку. Если вы сложите два полотна вместе, то у вас получается на первом полотне лицевая петля оканчивает вязание, и со второго полотна начало вязания тоже лицевой петлей. Затем у вас идут две изнаночные, вяжем две изнаночные, две лицевые, вяжем две лицевые. Теперь я бросаю вот эту краешек ниточки, наш, он у нас завязан вот этими петельками, он нам больше не нужен. И беру следующую спицу, уже у нас получается вязание вводится, снова четвертая спица, и продолжаю вязать до конца этого ряда по рисунку. Две изнаночные, две лицевые, две изнаночные, две лицевые, то есть как бы не нарушая порядка рисунка резиночки два на два. В середине второго полотна также вводим последнюю оставшуюся пятую спицу, то есть полотно и второе нам нужно разделить на две спицы. Всего у нас будет из двух спиц состоять первое полотно, и из двух спиц состоять второе полотно. В конце этого ряда получилась вот такая вот картина. Соединены два полотна, и теперь берем начало, вот эту начальную спицу и четвертую последнюю спицу, соединяем вместе, то есть как бы у нас получается из спиц вот такой кружочек, и мы последнюю петельку кромочную, как и в первый раз, спускаем на следующую спицу. То есть вот так вот она у нас остается непровязанной, и теперь берем точно так же, как и в первом случае, провязываем три вот эти петельки вместе, одной лицевой. Вот так. И продолжаем вязать по рисунку. Две изнаночные, значит две изнаночные, две лицевые, две лицевые. И пока остановитесь. Таким образом, смотрите, мы соединили наше вязание полностью в круг, и теперь мы будем вязать, как носочек, по кругу, все четыре спицы. Можете отметить начало ряда, оно у нас будет вот здесь, где ниточка, либо просто запомните, что между вот этими полотнами, там где остаточек, ниточка первая завязанная, это будет начало ряда и конец. Вот так. Теперь, смотрите, нам нужно менять периодически вот так вот спицу пятую, и по ходу вязания вот так вот сменять каждую последующую спицу, то есть как обычное вязание на пяти спицах. Четыре спицы в работе, пятая ходовая. Вот так по кругу мы будем вязать где-то порядка семи сантиметров. Можете шесть с половиной, для кого покажется высота у ребенка, горлышко маленькое. Поэтому, если вам кажется, что семь сантиметров это много, можете связать шесть с половиной. Но при этом шапочка должна закрывать подбородок ребенка, поэтому тоже не должна быть слишком низкая. Итак, вяжем по кругу резинкой два на два. Теперь у нас уже благодаря тому, что мы вязали три вместе петли при соединении двух половинок, у нас получается низбит рисунок. То есть, смотрите, вот я сейчас дохожу до конца этого ряда соединения и начну сейчас второй. Вот она, последняя наша лицевая с одного полотна. И затем мы вязали еще лицевую три вместе со второго полотна, одна лицевая. Поэтому мы так и продолжаем вязать две лицевые, далее у меня идут две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. И точно так же с другой стороны. То есть, обратите на это внимание, рисунок не должен у вас сбиться. Где у вас были лицевые, там лицевые, где были изнаночные, там изнаночные. Вот так вот продолжаем вязать, начиная со второго ряда. Общее полотно снова по кругу, где-то порядка 7 сантиметров. Довязали 7 сантиметров от соединения. И я вытащила вот эту вот ниточку нашу, которую мы завязали с изнаночной стороны. Вот здесь вот из лицевой по ходу вязания соединения. Я вытащила ее вперед, чтобы мне было видно, где у меня было первое соединение. В принципе, это не столь важно, но я буду вот считать, что у меня начало следующего ряда это передняя сторона. То есть, вот передняя сторона и вот задняя сторона, затылок. Теперь смотрите, на передней стороне нам нужно найти средние, начиная, вот смотрите, я закончила вязание двумя лицевыми, то есть соединительная, последняя петля и первая петля. Вот они, две лицевые. Далее у меня идут две изнаночные здесь и две изнаночные здесь, ровно по серединке. Нам нужно найти на передней стороне, ровно по серединке, наши средние 18 петель. То есть, смотрите, если мы уберем первые 16 петель и последние 16 петель, то у нас средние 18 петель вот так вот получаются, начиная с двух изнаночных, заканчивая двумя изнаночными. То есть, вот они наши 18 петель, 16 с одной стороны пропускаем, 16 с другой. Нам нужно вот эти петельки будет переодеть на дополнительную спицу, либо булавочку. Что мы делаем? Смотрите, мы берем, вяжем две изнаночные петли, вот они у нас, две лицевые петли, две изнаночные, две лицевые. То есть, вот они 2, 4, 6, 8 петель провязаны. Далее, две изнаночные 10, две лицевые 12, две изнаночные 14 и две лицевые 16 петель. Я провязала 16 петель. Далее, оставшиеся средние 18 петель, как я вам уже говорила, беру, переодеваю на булавочку и отсчитываю параллельно. Две изнаночные это 2 петли, две лицевые это 4 петли, две изнаночные это 6 петель, две лицевые это 8, две изнаночные это 10. Вот, 10 петелек. Далее, две лицевые 12, две изнаночные 14, две лицевые 16 и две изнаночные 18 петелек. Можно было бы использовать маленькую булавочку, но вот я вот так вот, чтобы мне не мешало ничего, переодела на спицу или на булавочку для вязания. Если у вас на спице ничего страшного, все отлично. Теперь смотрите, у нас остается до конца вот этой стороны 16 петель, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 до изнаночной. Вот они у нас, две изнаночные. И вот это у нас будет перед для лица. Нам нужно перед будет немножечко расширить. То есть это как бы будет как подбородочек. И вот нам нужно расширить немножечко личиком. Поэтому, начиная с вот этого ряда, мы будем вязать прямыми обратными рядами. То есть вот таким вот образом. Туда, сюда, туда, сюда. То есть вот так вот и будем расширять вот этот подбородочек на линию лица. Чтобы нам было удобно и чтобы нам хватало спиц, мы можем переодеть всего на две спицы наше вязание. Либо на три, как вам будет удобно. То есть, чтобы нам было удобно вязать, можем по ходу вязания этого ряда просто выкинуть одну спицу из нашего вязания. Переодела я на три спицы и у нас получился вот такой вот треугольничек. Вот эту часть снятую мы не трогаем. Теперь мы поворачиваем к себе вязание на изнаночную сторону и будем убавлять по 9 петель с каждой стороны. То есть мы будем вязать прямыми обратными рядами с убавлениями в начале и в конце ряда. Поворачиваем к себе вязание и теперь снимаем первую петельку не провязанную, она у нас будет кромочная. Далее у нас идет изнаночная и лицевая. Для удобства можете лицевую повернуть, чтобы она смотрела, вот эта задняя стеночка впереди была. И теперь вяжем изнаночную и лицевую две вместе одной изнаночной петлей. Сделали первое убавление. Теперь у нас по рисунку идет лицевая, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные и так далее. То есть вяжем эту спицу, следующую спицу и неполную, вторую сторону, то есть третью спицу. И там точно так же сделаем убавление. И так вяжем по рисунку. Довязали ряд до трех последних петелек. У нас идет лицевая, изнаночная и кромочная, последняя изнаночная. Я снова поверну вот эту лицевую, чтобы задняя стеночка у нас оказалась впереди. Затем вяжу две петельки вместе изнаночной петлей и кромочная, последняя, изнаночная. В принципе можно вязать убавление и лицевыми петлями с той стороны, но я вот почему-то так решила, что как смотрят петли, так я и буду делать убавление. Итак, теперь снова повернули на лицевую сторону, кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевая, изнаночная, вяжем вместе одной изнаночной. И до последних трех петелек в этом ряду мы вяжем точно так же, все по рисунку. В конце ряда остались три петли, изнаночная, лицевая и кромочная. Мы две петельки вяжем изнаночной петлей вместе, а затем кромочная у нас снова изнаночная. Поворачиваем вязание и снова кромочную снимаем не провязанной, затем у нас идут снова две изнаночные. Снова идут две изнаночные и вот эта лицевая. Мы снова провязываем вместе одной изнаночной. Можете, в принципе, эту петлю и провязать лицевой. То есть здесь уже смотрите по рисунку, но сейчас мы провяжем и изнаночной, и лицевой, чтобы нам увидеть разницу, как лучше ложатся петельки. Провяжем вместе вот лицевой. Можно, в принципе, оставить и лицевой. Но я, пожалуй, провяжу вместе изнаночной, для того, чтобы у нас по рисунку сложилось все с лицевой стороны красивенько. Нам изнаночная сторона не столь важна, а вот лицевая, посмотрите, получилась лучше. Итак, провязываем две вместе изнаночной, далее вяжем точно так же все по рисунку, лицевая, где там лицевая, где изнаночная, там изнаночная, до последних в этом ряду трех петелек. То есть убавление мы делаем, опираясь на рисунок, чтобы не искажалась наша резиночка, вот, чтобы все было очень красиво. И должно быть красиво не просто, а с лицевой стороны, то есть, чтобы у нас лицевая сторона была максимально приближенная к идеальному. Можно так сказать. И теперь вяжем, вяжем, вяжем до последних трех петелек в этом ряду. Довязали до трех оставшихся петелек в ряду. И теперь первая у нас изнаночная, значит, изнаночную лицевую провяжем изнаночной петлей. Кромочная у нас также идет изнаночная. Поворачиваем далее на лицевой ряд. И снова первую кромочную снимаем. Далее у нас идут две лицевые, поэтому мы провяжем вместе их одной лицевой. Можно даже повернуть первую лицевую петельку, вот так вот, заднюю стеночку вперед повернуть. И тогда провязать лицевой. У нас тогда лицевая косичка красивой, ровной косичкой дальше ложится. Теперь у нас идут две изнаночные, вяжем две изнаночные, две лицевые, две лицевые. То есть вяжем все снова по рисунку до конца, не провязывая три последние петельки. Довязали до конца, у нас первая из трех петелек идет лицевая. Поэтому лицевую вместе с предпоследней петелькой мы провяжем вместе лицевой. И кромочная у нас довязываем до конца ряда изнаночная. Снова убавили петельку, разворачиваем на изнаночный ряд. Первую кромочную снимаем непровязанной, далее у нас идет изнаночная лицевая. Мы так и провяжем одной изнаночной петелькой. Смотрим, с задней стороны все замечательно, поэтому продолжаем дальше вязать лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. То есть по рисунку до конца этого ряда, не довязывая три последние петли. Довязали до трех последних петелек. Первая у нас идет лицевая, поэтому лицевую изнаночную провяжем вместе одной лицевой. Кромочная и изнаночная поворачиваем на лицевой ряд. И снова первую снимаем непровязанной, далее у нас идет изнаночная, поэтому вяжем две вместе изнаночные. Убавили петельку и дальше продолжаем до последних трех в этом лицевом ряду вязать снова по рисунку. То есть все не меняется, просто мы перед кромочной и после кромочной в начале ряда убавляем одну петельку, провязывая вторую, третью петельку вместе и предпоследнюю, предпредпоследнюю. То есть получается с конца пропускаем кромочную и провязываем две вместе предпоследние две петли. Вот так вот. И снова вяжем до конца этого ряда, чтобы сделать убавление. Две предпоследние петли перед кромочной у нас первая изнаночная, поэтому провязываем их вместе одной изнаночной петелькой. Кромочная и изнаночная и снова поворачиваем на изнаночный ряд. Первую кромочную снимаем не провязанной, затем у нас идет лицевая и изнаночная, мы можем их вместе провязать также одной изнаночной. И далее у нас изнаночная, две лицевые, то есть все вяжем по рисунку снова до последних трех петелек в этом ряду. До конца изнаночного ряда осталось три петельки, поэтому у нас первая идет изнаночная, я вяжу две петли вместе изнаночной и кромочная изнаночная. Снова поворачиваем на лицевой ряд, посмотрите, вот мы уже убавили, получился вот такой вот скосик на лицевую линию. И теперь снова кромочную снимаем не провязанной, далее идет две лицевые, поэтому мы вяжем вместе две лицевые, одной лицевой. Вот так вот. Можем снова повернуть лицевую петлю вот так вот задней стеночкой вперед и провязать вместе лицевой, для того, чтобы не нарушать рисунок вот этой вот косички лицевой. Далее снова до трех последних петелек в этом ряду вяжем по рисунку, там где лицевые, лицевые, там где изнаночные, вяжем изнаночные. Не довязали до конца ряда три петельки и снова первая идет лицевая, поэтому вяжем две вместе лицевой петлей. Кромочная, изнаночная и переходим на изнаночный ряд. Кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная, поэтому вяжем две вместе изнаночной петелькой. Теперь идет лицевая, две изнаночные и так далее. Снова вяжем по рисунку до конца ряда, не довязывая три последние петельки. Не довязали до конца ряда оставшиеся три петельки, первая лицевая, поэтому вяжем две вместе петли, одной лицевой. Кромочная, изнаночная. Мы сделали по 9 убавлений с каждой стороны. Посмотрите, у нас получилось вот такое вот расширение. Если вы посмотрите, у вас вот такое вот аккуратное идет убавление в бок с одной стороны и аккуратное убавление в бок с другой стороны. Теперь смотрите, нам нужно оставшиеся петли по ходу вязания переодеть просто на одну спицу. Так будет вам гораздо удобнее и должно остаться у вас 60, то есть на трех спицах общее количество петель 60. У нас было 78 после вот этих вот 18 отложенных петель, поэтому оставшиеся петли мы по ходу вязания переводим на одну спицу, второй вяжем. Прямыми обратными рядами нам нужно связать от последнего убавления, от вот этого убавления вверх, прямым полотном, прямыми обратными рядами 15 сантиметров. То есть у вас как бы должно быть вот такое вот связанное просто прямое полотно вверх и отложенные вот эти нетронутые петельки. Провязали 15 сантиметров и вот отсюда вы от конца убавлений измеряете, получается 15 сантиметров. Провязали изнаночный ряд и мы вначале вот здесь вот лицевого ряда, то есть вот такой вот прямой стороной поверните к себе и нам нужно сейчас вот эти петельки, которые у нас на спице находятся, поделить на три части. Смотрите, в принципе можно было поделить бы 60 на 3, то есть получилось по 20 петель. Но здесь вот небольшая такая вот, скажем, вязание может быть погрешность. Если мы поделим, то получается у нас делится на одной стороне остается лицевая петля и на середину уходит вторая лицевая петля. Я хочу, чтобы эти две лицевые петли ушли в серединку с одной стороны и точно так же с другой стороны. То есть получается у нас на первой части будет 19 петель, мы убираем эту лицевую середину, в середине будет 22 петли, так как с двух сторон у нас по одной лицевой добавляются и на третьей части остается 19 петель. Хотите, можете отметить маркерами, ниточками, то есть где у вас серединка, 22 петли средние. Но в принципе я думаю, что можно и просто вязать и считать. Смотрите, сейчас мы должны будем как бы закруглить нашу голову, отделить затылок, затылочная часть 22 петли и боковые петельки, вот эти вот боковые стеночки по 19 петель. Смотрите, как мы сделаем. Для тех, кто вязал пяточку, будет очень легко и просто. Для тех, кто не знает, как вязать пяточку, будем учиться. Итак, кромочную снимаем не провязанной, она нам пока не нужна, но уже первая петелька связана. Далее идут 2 изнаночные, это уже получается 3 петли. Далее 2 лицевые 5 петель, 2 изнаночные 7 петель, 2 лицевые 9 петель, 2 изнаночные 11. 2 лицевые 13, 2 изнаночные 15, 2 лицевые 17 и 2 изнаночные 19. То есть смотрите, нам сейчас нужно последнюю вот эту 19 петлю, то есть изнаночную, и первую из 22 средних петель лицевую провязать вместе одной лицевой. Поворачиваем задней стеночкой, чтобы вперед, то есть чтобы косичка смотрела туда, и возвращаем обратно не провязанной изнаночную, последнюю 19 петельку. И провязываем за лицевую, вот здесь вот, за переднюю стеночку, 2 петли вместе. То есть смотрите, как бы мы сделали убавление. Затем, это у нас, вот эта провязанная 2 вместе петли, 1 петля лицевая, будет первая средняя. Поэтому мы должны провязать средние 22 петли. Первая уже провязана. Далее идет вторая петля. 2 изнаночные 4 петли, 2 лицевые 6 петель, 2 изнаночные 8, 2 лицевые 10, 2 изнаночные 12, 2 лицевые 14, 2 изнаночные 16, 2 лицевые 18, 2 изнаночные 20. 21 вяжем лицевую, а 22 последнюю лицевую вяжем вместе с первой петлей из 19. То есть две вместе, как в начале, первую петлю со средних петель и последнюю с первой части. Точно так же и последнюю провязываем вместе с первой петлей вот этой третьей части. То есть 19 петля вместе с первой и здесь 19 петля вместе с последней. Вот таким вот образом. Теперь, не довязывая до конца ряда вот эти 18 петелек, мы поворачиваем вязание наше на изнаночную сторону. И теперь первую, там где у нас последняя была с того ряда связана две вместе, снимаем, она как бы не провязывается. Это будет у нас считаться каждая начальная петля, вот эта средняя, это будет кромочная. Снимаем не провязанную, далее идет изнаночная. Мы ее вяжем изнаночной. Далее две лицевые. Это получается мы уже 4 провязали средние из 22. Далее две изнаночные 6, две лицевые 8, две изнаночные 10, две лицевые 12, две изнаночные 14, две лицевые 16, две изнаночные 18, две лицевые 20. И теперь нам нужно 21 изнаночную провязать, а 22 последнюю петлю изнаночную нам нужно провязать изнаночной петлей вместе со следующей лицевой. То есть отсюда последнюю 22 петлю и отсюда крайнюю петельку мы провязываем две петли одной вместе изнаночной. С изнаночной стороны мы будем вязать последнюю петельку изнаночной, а с лицевой стороны последнюю 22 петельку будем вязать лицевой. Теперь не довязывая до конца ряда, разворачиваем вязание и у нас здесь получается лицевая сторона. теперь нам нужно вот эту кромочную снять не провязанной далее мы провязываем вторую петлю лицевой это получается 2 петли далее 2 изнаночные 4 петли 2 лицевые 6 2 изнаночные 8 2 лицевые 10 2 изнаночные 12 2 лицевые 14 2 изнаночные 16 2 лицевые 18 2 изнаночные 20 далее 21 лицевую провязываем а 22 лицевую мы провяжем вместе с изнаночной но при этом нужно ее развернуть задней стеночкой чтобы она была впереди и провязывать вместе с изнаночной лицевую лицевой петлей за заднюю стеночку то есть как бы не нарушая узора косички довязали 22 до конца петлю и теперь ее снимаем разворачивая на изнаночную сторону снимаем не провязанной как бы кромочной и точно также мы будем забирать с каждой боковой стеночки с каждой стороны по петле в конце каждого ряда первую снимаем не провязанной и по серединке у нас всегда всегда будут эти 22 петельки то есть мы будем убавлять до тех пор пока у нас боковых стеночек не останется ни одной петли то есть мы каждый 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 ряду в каждом будем последний вот здесь вот петелькой провязывать каждую последующую первую с лицевой стороны лицевыми петлями с изнаночной стороны изнаночными петлями и периодически разворачивая петли для того чтобы лицевая косичка у нас ложилась красивой ровненькой вот такой вот полосочкой и тем самым не нарушая узорчиком убавляем до тех пор пока средние 22 петли у нас не останутся и только то есть на одной спице вот и как бы получается у нас вот соединение затылка и боковых стеночек постепенно получается как пяточка у носочка то есть происходит с закруглением и так кромочную сняли далее идет у нас изнаночная вяжем изнаночной 2 лицевые это уже 4 петли 2 изнаночные 6 петель 2 лицевые 8 2 изнаночные 10 2 лицевые 12 2 изнаночные 14 2 лицевые 16 2 изнаночные 18 далее 2 лицевые 21 изнаночные 21 и 2 изнаночные провязываем с первой изнаночной третьей части вот она вместе одной изнаночной не довязывая ряд до конца снова разворачиваем и вот как вы видите уже четко видны наши 22 петли которые начинаются с двух лицевых и заканчивается двумя лицевыми при этом узорчик не нарушается посмотрите все красивенько но я буду еще по ходу вязания так как эта шапочка для девочки принципе можно и на шапочке для мальчика точно также делать я буду делать такие вот жгутики перекручивания и так смотрите если мы сейчас снимем на правую спицу 2 лицевые петли затем кромочную одеваем на левую спицу а вторую одеваем на правую спицу вот так теперь вместе вместе вот так вот одеваем на левую спицу и сначала провязываем первую петлю на спице затем вторую петлю вот так теперь мы вяжем Получается мы сделали перекрещивание в левую сторону. Теперь вяжем 2 изнаночные. Снова у нас идут 2 лицевые, поэтому снимаем 2 петли на правую спицу. Затем сначала одеваем переднюю петлю и затем одеваем заднюю петлю. То есть как бы меняем снова местами влево. И провязываем сначала первую лицевую, затем вторую лицевую. Снова идут 2 изнаночные, провяжем 2 изнаночные. Опять идут 2 лицевые, мы провязываем сначала, меняем местами, первую одеваем, затем вторую. И провязываем сначала первую, затем вторую лицевыми петельками. Вот так вот первая, затем вторая петелька. И мы, получается, из вот этих вот средних, получается, по 2 лицевые петли сделали вот такими перекрещиванием в левую сторону. Теперь у нас идет 2 изнаночные, мы вяжем их 2 изнаночные. А теперь нам нужно перекрестить следующие 2 петли с наклоном вправо. Поэтому снимаем их сначала 2 на правую спицу. Затем одеваем сначала вот эту первую петлю. А вперед продеваем, одеваем вторую петлю. Теперь сначала провязываем первую лицевой, а затем нижнюю лицевой, вторую. И у нас получился жгутик с наклоном вправо. Теперь снова у нас идут 2 изнаночные и 2 лицевые. 2 лицевые мы снова делаем с наклоном вправо. Сначала вот так вот поворачиваем к себе, одеваем первую петельку. Вторая у нас остается перед работой. И одеваем ее вот так вот первой теперь, вторую. И провязываем сначала первую, затем вторую. То есть снова у нас наклоном вправо получилось. И далее идут 2 изнаночные. И теперь снова меняем. Снимаем на правую спицу 2 петли. Одеваем сначала первую. Вторая петля у нас остается перед работой. А затем вторую петлю. И получается мы у нас это 21 петля. Первую лицевую провязываем лицевой. А вторую лицевую мы уже провязываем вместе со следующей петлей из 19. Вот так вот лицевой. То есть мы как бы получается провязали средние те же 22 петли. Но захватили провязывая со второй перекрученной петлей уже первую с боковой стеночки. Вот так у нас получилось перекрученное. Смотрите, сначала 3 по 2 петли лицевые влево. А сейчас 3 по 2 петли лицевые вправо. То есть как бы вот так получается перекрещивание такого жгутиков идет. Вот этих средних петель макушки. Теперь не довязывая до конца ряда, поворачиваем наше вязание. И первую снимаем не провязанной, как всегда. Далее у нас идет изнаночная, вяжем ее изнаночной. 2 лицевые, вяжем 2 лицевые. И так по рисунку до конца ряда 21 петлю. А 22 петлю мы провяжем вместе с боковой петелькой из третьей части. Вот она у нас почти довязана сторона. 2 лицевые. И затем у нас остается предпоследняя изнаночная, вяжем ее изнаночной. А последнюю изнаночную вяжем с первой петлей боковой. И вот так вот разворачиваем вязание, не довязывая до конца. То есть мы никогда не будем довязывать до конца, а просто захватывать только крайнюю петельку. Теперь снова первую снимаем не провязанной. Затем вяжем у нас 1 лицевая по рисунку, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные. 1 лицевая, 21 и 22 лицевую мы провязываем вместе с боковой стеночки. Захватываем лицевую, то есть 2 вместе 1 петлей. Снова разворачиваем вязание и вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 1 изнаночные и 2 изнаночные провяжем вместе с боковой петелькой. 1 петлей изнаночной. Снова поворачиваем наше вязание и повторим ряд с перекрещиванием. Мы снимаем 2 петли, которые у нас на спице на левой, мы снимаем на правую. Затем одеваем сначала вторую петлю. Первая у нас остается за работой. Затем возвращаем на левую спицу вторую петлю и провязываем 2 петли лицевые. Вот так вот. Мы сделали перекрещивание в левую сторону, затем 2 изнаночные провязываем без изменений. Снова у нас идут 2 лицевые, мы снимаем их на правую спицу. Сначала одеваем на левую спицу вторую петлю, первая за работой остается, и затем подтягиваем вторую петлю на левую спицу. И провязываем сначала первую лицевую, затем вторую. Снова 2 изнаночные. Делали перекрещивание уже двух жгутиков. И остался последний третий жгутик на перекрещивание в левую сторону. Снимаем на правую спицу. Сначала одеваем первую петлю, которая у нас снята была, и вторую петлю. Провязываем их по отдельности лицевыми и довязываем 2 изнаночные. Первую половинку мы связали с перекрещиванием налево, и у нас осталась вторая половинка с перекрещиванием направо. Снимаем 2 петли лицевые, не провязанные. Затем сначала одеваем первую петлю на левую спицу, вторая остается за работой, и подтягиваем ее на спицу. Провязываем 2 лицевые по отдельности и 2 изнаночные. Снова у нас вторая пара лицевых. Снимаем их на правую спицу. Сначала одеваем первую снятую, а затем вторую подтягиваем на левую спицу. И провязываем отдельно лицевыми петлями. 2 изнаночные. И последний раз мы сделаем перекрещивание, снимаем непровязанными, затем снимаем первую петельку, а за ней одеваем вторую петельку. При этом 20-ю петлю лицевую мы провязываем лицевой, а 22-ю петлю вместе с изнаночной провязываем одной петлей лицевой. То есть с боковой стеночки снова захватили петлю изнаночную и провязали вместе лицевой петлей. Не довязывая до конца ряда, снова повторяем кромочную, снимаем и вяжем по рисунку. При этом 22-ю петлю среднюю мы захватим, провяжем вместе с крайней петлей третьей части. То есть вот таким вот образом я буду делать перекручивание жгутиков через лицевой ряд. То есть смотрите, мы сделали в лицевом ряду сейчас перекручивание, значит следующий лицевой ряд я не буду делать перекручивание. Затем снова мы сделаем перекручивание в лицевом ряду И второй лицевой ряд я не буду перекручивать. То есть в каждом втором лицевом ряду сделали перекручивание, а затем провязали по рисунку изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный. А в следующем лицевом ряду делаем перекручивание. Не забываем захватывать с боковых стеночек по одной петельке в конце каждого ряда, провязывать вместе с лицевой стороны лицевой петлей вместе с вот этим вот крайним жгутиком, а с изнаночной стороны с крайней петлей вот этого жгутика тоже изнаночной. Вот мы довязали макушку, получилось замечательное. Вот такими вот жгутиками. Если вы делали четкие перекрещивания, то у вас последний ряд как раз таки ряд с перекрещиванием идут. И теперь смотрите, нам осталось лишь только закончить обвязыванием резиночки 2х2, поэтому нам нужны вот эти вот петельки, вот эти, которые мы оставляли, из боковых стеночек набрать петельки для того, чтобы обвязать резиночкой 2х2. Поэтому берем вот эти боковые стеночки, здесь четко видны, вот они, петельки, вот из ряда в ряд. Поэтому мы из каждой петельки выводим вот так вот обычным способом. Еще одни петли набираем. Можно эти петли сразу провязывать, но, честно говоря, вот я люблю сначала набрать, а затем уже провязывать. Теперь вот так вот провязываем, набираем, набираем. И вот это количество петель у нас должно быть набрано таким образом, чтобы совпадало с резиночкой 2х2. То есть смотрите, если мы здесь посмотрим сверху, у нас здесь 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, значит, где-то здесь 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И смотрим, здесь у нас далее идут 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. То есть совпал рисуночек с одной стороны. Теперь переодеваем с вот этой булавочки на дополнительную спицу. То есть не на дополнительную спицу из, скажем, места булавочки, а именно на вот такую спицу, которую мы вязали. То есть смотрите, вот она одна задействована, вторая. Сейчас будет третья и у нас останется еще четвертая сторона для четвертой спицы и пятая рабочая. То есть переодеваем сейчас булавочки на спицу, если она у вас уже на спице замечательна, и будем провязывать вот эти оставшиеся петельки. Мы могли их вначале вязания здесь вот закончить, затем снова нам бы пришлось их набирать. Но здесь бы получился такой некрасивый рубчик, и возможно он бы мешал ребенку. Поэтому я оставила на дополнительной вот здесь вот булавочки или спице, как вы может быть оставили на ниточке, вот эти петельки не закрыты. И тем самым здесь будет хороший такой вот переход именно на резиночку 2х2, как бы продолжение вязания без какого-либо рубчика. Итак, петельки перенабраны на спицу, и теперь нам нужно их провязать. Там, где 2 изнаночные вяжем 2 изнаночные, там, где 2 лицевые вяжем 2 лицевые. То есть провязываем по рисунку со спицы вот эти петельки, для того, чтобы перейти на вторую боковую сторону. Перешли на вторую сторону, закончили вязание наших петелек, оставшихся 2 изнаночными. Поэтому набираем с боковых стеночек, делаем пересчет сразу 2 лицевые, далее 1, 2 изнаночные, 1, 2 лицевые, 1, 2 лицевые, 1, 2 изнаночные, 1, 2 лицевые, 1, 2 изнаночные. И вот смотрите, у нас по идее сейчас должны быть 2 лицевые по набору петелек, и здесь у нас 2 лицевые. Поэтому нам нужно сейчас немного распустить наше вязание и добавить либо 2 петельки, либо где-то здесь убрать 2 петельки. То есть, чтобы у нас здесь вязание соприкоснулось, скажем так, в идеале было 2 лицевые и 2 изнаночные. Либо же мы можем просто вот здесь вот этот пропуск так и оставить. Мы сделаем из одной вот здесь вот петельки и второй, либо зазорчик, либо мы просто вот так вот возьмем, переоденем лицевую петельку сквозь вот эту последнюю петлю. Сейчас можно взять либо крючок, если вам неудобно, и вот так вот переодеть петельку. То есть, получается у нас сейчас закончилось 2 изнаночными, и вот они начинаются 2 лицевые. То есть, смотрите, вот они у нас по рисунку 2 лицевые. В принципе, здесь дырочка совсем незначительная, она у нас практически не видна, то есть, как по ходу вязания, у нас здесь были меленькие дырочки, здесь получилась такая же. Можете перекрутить ее, то есть, перекрещенной провязать, чтобы ее не было здесь заметно. Еще более, скажем, переодеть в более перекрещенную. Сейчас я возьму крючок и покажу. Вот она наша боковая петля. Мы берем ее, перекрещиваем и продеваем сюда петлю. Я сейчас покажу, что получается. Вот, дырочки ее нет. Поэтому мы просто провяжем вот так вот 2 лицевые петли, уже те, которые у нас были перекручены вот здесь. И смотрите, абсолютно ничего нет, ничего не видно. Теперь берем нашу пятую рабочую спицу и дальше вяжем. У нас 2 изнаночные по рисунку, значит, вяжем 2 изнаночные. 2 лицевые, значит, вяжем 2 лицевые. 2 изнаночные вяжем 2 изнаночные. 2 лицевые вяжем 2 лицевые. То есть, над теми петельками, которые уже у нас провязаны, мы вяжем такие же петельки. Над лицевыми лицевые петли, над изнаночными, изнаночные петли. И, казалось бы, все замечательно. Можно вот таким вот образом дальше продолжать вязать. Немножечко с боковых стеночек нам переоденется несколько петелек на вот эти верхнюю и нижнюю спицу для того, чтобы было удобно. Вот. И можно, в принципе, вот было бы вот таким образом навязать, скажем, резиночку 2 на 2. Но, честно говоря, я не очень люблю, если вы посмотрите вот так вот прямо. И вот здесь вот у нас жгутики идут на лицевых. Если вы дальше продолжите лицевые, а там где изнаночные, изнаночные, у нас получится как такой вот шлем. Для мужской шапочки, ну, для мальчика шапочки, это, в принципе, замечательно. Если вы не делали здесь перекручивание и просто шло ровное вязание, то у вас дальше идет ровное вязание и вы заканчиваете. То есть просто провяжете резиночку и закончите. Но так как это шапочка для девочки, я хочу поменять местами лицевые петли с изнаночными. То есть, смотрите, там где у нас 2 лицевые, буду вязать теперь 2 изнаночные. Там, где у нас 2 изнаночные, буду вязать 2 лицевые. И так далее. Над лицевыми буду вязать 2 изнаночные, над двумя изнаночными буду вязать лицевые. И точно так же по всему кругу. То есть я поменяю концепцию резиночки 2х2. Здесь она тоже сменится. Для того, чтобы нашу обвязку немножечко выделить. Она тоже будет резиночкой 2х2, но другим видом будет в итоге казаться. Смотрите. Итак, мы закончили двумя лицевыми. Поэтому мы, начиная с вот этой боковой стеночки, будем вязать точно так же 2 лицевые. Но вязать я буду за заднюю стеночку. То есть обратите внимание, что они у нас будут скрученные. Ну, скрещенные, перекрещенные. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вот здесь вот в боковых сторонах у нас не было никаких дырочек и зазорчиков. Теперь у нас идут снова 2 петли. Они у нас должны быть изнаночные. Я снимаю их и как бы перекрученными одеваю обратно. Затем вяжу изнаночной петлей. И еще раз точно так же снимаю и перекрученной одеваю. Получается вторая изнаночная. Снова у нас 2 лицевые. Значит, я вяжу просто за задние стеночки 2 лицевые. Они у нас точно так же получаются перекрученные. Снова 2 изнаночные. Я делаю вот такой вот поворотик первой петли и поворотик второй петли. Снова там, где лицевые за заднюю стеночку, там, где изнаночные, перекручиваем. Вот таким вот образом я буду обвязывать где-то порядка 10 рядочков резиночкой 2х2, но меняю ее местами. Там, где у меня должны быть лицевые, я вяжу изнаночные. Там, где изнаночные, я вяжу лицевые. И точно так же на оставшихся снизу петельках и с верхних петелек я буду провязывать по рисунку. То есть буду чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные. При этом точно так же здесь будут, где 2 изнаночные, будут 2 лицевые, где 2 лицевые, будут изнаночные. Вот так вот провяжите первый ряд до конца. Теперь у нас ряд будет завершаться вот здесь в уголочке. И вот так вот 10 рядочков резиночки 2х2. Провязав резиночку 10 рядочков, мы начинаем закрытие петелек. Можете, если вам кажется узковатая резиночка, можете провязать еще 1-2 ряда. В принципе, это зависит дело от вкуса. Вот. И теперь смотрите. Закрывать ряд мы можем, в принципе, различными способами. То есть есть закрытие петель трикотажным швом резинки 2х2. Там, где вы переходите на резинку 1х1 и иголочкой закрываете по кругу. Есть просто классическое закрытие петелек. Это провязывание попарно и возвращение петельки обратно. Здесь можно, в принципе, закрыть петельки, провязав 2 лицевые. Затем возвращаете. Затем лицевую, изнаночную вяжете. По рисунку изнаночной возвращаете. Затем изнаночной возвращаете. Лицевые возвращаете. И так далее. Я буду закрывать. Недавно нашла такой красивый способ. Мне очень понравился. Это такое вот тоже своего рода похоже на трикотажное закрытие. То есть так обычно закрывают машинками вязание. И, в общем, отмеряю я ниточку где-то чуть больше метра для того, чтобы мне хватило. То есть нам, смотрите, нужно 3 раза вот такую вот окружность, как у меня резиночка 2х2. То есть 3 раза длина окружности. Вот это у меня приблизительно метр. Я всегда беру с запасом. Чуть-чуть больше. Вот. Вдеваю ниточку в иголочку. И теперь, смотрите, мы закрывать начнем ряд там, где у нас он и начинался. То есть он начинался с левого угла шапочки. Вот с левого я и начну закрытие. То есть у меня провязано четкое количество рядочков как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть вот оно, соприкосновение рядом. Провязаны две последние изнаночные. Я нахожу две первые лицевые петельки. И удобным для себя способом кладу вот так вот спицу. И смотрю. У нас две петельки лицевые повернуты в левую сторону. То есть вот, если косичка вы повернете, в левую сторону повернута косичка. То нам нужно найти серединки двух вот этих вот косичек. То есть вот они у нас. Вот так, если повернете косичку, косичка ровно. И с этой стороны косичка ровно. Вот они две средние у нас найдены. Мы вводим иголочку и продеваем сквозь эти две петельки. Со всех сторон, поворачивая то с лицевой, то с изнаночной стороны, нам нужны будут только вот эти две лицевые косички. Вот они. С одной стороны лицевые косички, с другой стороны. И вот так, как мы с одной уже поработали стороны, мы поворачиваем на другую сторону. И смотрим, где у нас лицевые косички. Вот они у нас. Но нам нужно с одной стороны косичку захватить внутреннюю сторону и с предыдущей косички захватить внутреннюю сторону. Вот она у нас. Для того, чтобы нам хорошо ее поправить, мы снимаем ее со спицы, вот она у нас, и вторую петельку продеваем сквозь нее, иголочку снимаем со спицы. У нас получается сквозь ниточку продеты две лицевые, с предыдущей пары и со следующей пары, по одной лицевой. Снова разворачиваемся на лицевую сторону. Мы уже прошили две лицевые петли, значит берем одну сторону с прошитой лицевой и ищем следующую лицевую, она как раз повернута хорошо. Снимаем со спицы с левой две петли, изнаночную возвращаем на спицу, а сквозь две лицевые прошиваем ниточку. Слишком не затягивайте, она у вас должна быть достаточно свободна, но и чтобы она такая вот не мотылялась. Прошили с лицевой стороны и разворачиваем на изнаночную сторону. У нас вот она одна лицевая петелька прошитая, предыдущая, а следующая вот она у нас на спице. С левой спицы снимаем свободную вот эту лицевую петлю и сквозь прошитую и сквозь снятую петлю прошиваем ниточку. Подтягиваем и разворачиваем на лицевую сторону. Снова ищем прошитую лицевую, сквозь нее вводим иголочку и сквозь следующую лицевую снимаем со спицы и проводим иголочку. Ниточку подтягиваем и снова возвращаемся на изнаночную сторону. Ищем прошитую лицевую, вот она у нас. И находим следующую лицевую, которая у нас на спице. Снимаем ее со спицы и продеваем сквозь две петельки иголочку и подтягиваем ниточку. Вот так. Снова возвращаемся на лицевую сторону. Вот она прошита у нас лицевая петля. Мы сквозь нее продеваем иголочку и сквозь первую лицевую. Изнаночную мы переодеваем обратно, присняв ее. На левую спицу обратно одели. А сквозь две лицевые, прошитую и снятую, продеваем иголочку с ниточкой. И снова ниточку подтягиваем, но не сильно затягиваем. Снова ищем прошитую лицевую с изнаночной стороны. И вот она у нас следующая на спице. Спускаем ее со спицы, свободную петлю. И прошиваем иголочкой. Подтягиваем ниточку и снова возвращаемся на лицевой ряд, на лицевую сторону. И вот она у нас прошитая, последняя лицевая. Мы в нее вводим иголочку и в следующую, не прошитую, спускаем ее со спицы и продеваем точно так же ниточку с иголочкой. Подтягиваем, но не затягиваем сильно туго. Снова с изнаночной стороны ищем последнюю прошитую лицевую петлю и в следующую вводим вот так вот иголочку сквозь две петли. Проводим иголочкой с ниточкой и подтягиваем ниточку. Снова не сильно затягиваем, возвращаемся на лицевую сторону. Можно вот эту петельку перенести на следующую спицу, чтобы нам было удобно. Ищем прошитую лицевую, спускаем вот эту изнаночную и прошиваем сквозь лицевую, следующую на спице. И вот так сквозь две петельки, прошитую и не прошитую, продеваем иголочку. И у нас, посмотрите, что получается. У нас получается вот такое закрытие красивое, резиночки 2х2. Теперь снова поворачиваем на изнаночную сторону, находим первую петельку прошитую, вот она у нас, и первую не прошитую лицевую. И сквозь них прошиваем иголочкой с ниточкой. Возвращаемся на лицевую сторону, вот она у нас, лицевая прошитая и лицевая не прошитая. сквозь них, вводим иголочку и прошиваем ниточкой. Вот таким вот образом я буду делать закрытие резиночки 2х2 по всему кругу. А затем я вам покажу, как я буду заканчивать вот здесь, чтобы не было у нас видно расхождения в ряду. И вот прошив задние оставшиеся петельки на спице, мы возвращаемся снова к передней стороне и находим последнюю прошитую лицевую и вот эту вот с этой стороны прошитую лицевую, только их внутренние стеночки. Вот так вот. Прошиваем еще раз, вот так последнюю и первую. И с внутренней стороны точно так же находим предпоследнюю вот эту прошитую, или точнее последнюю вот так вот с одной стороны и первую прошитую лицевую с другой стороны. Вот они у нас. И продеваем сквозь них точно так же ниточку. То есть вот, смотрите, мы благодаря тому, что первые и последние петельки прошили спереди и первую и последнюю петельку прошили сзади, у нас не получилось никакого, посмотрите, расхождения в ряду. То есть вот, если сейчас убрать вот так ниточку, посмотрите, все ровненько, красивенько и гладенько. Нам осталось лишь только с внутренней стороны закрепить вот эту ниточку, которая у нас осталась. Вот так я ее немножечко вниз уберу и покажу вам. Посмотрите, нет никакого расхождения абсолютно. Все ровненько, красивенько, при том, что у нас здесь начинался и заканчивался ряд. Вот. Ниточку, я думаю, вы спрячете самостоятельно. Вот такой у нас получился перед. Не обращайте внимание на то, что он такой вот немножечко съеженный. Если вы его свободно прошивали, то, смотрите, если вы оденете на ребенке, вот у вас отверстие для личика. Оно ничего не торчит. Абсолютно все хорошо, если имеет объем. И если посмотреть с боковой стороны, получилось довольно таки все красиво и аккуратно. То есть вот здесь будет личико ребенка. Возможно, я немножечко широковатую сделала резиночку, но это лишь для того, чтобы ребенку закрывало еще немножечко подбородок и максимально было на лоб шапочка. И теперь смотрите, если вы повернете к себе вот так вот верхушкой, макушкой, нам осталось сделать сюда два бубончика или помпончика. Как сделать, вы сможете посмотреть, оставлю ссылочку в описании под этим видео. Там есть отдельное видео, как сделать. И, в принципе, можете украсить это, опять же, по желанию, какими-то вязаными цветочками, бабочками, ленточкой. Но, так как это шапка, я ленточкой украшать не буду, она будет стираться. Шапочка, поэтому будет ленточка терять с каждой, в общем, с каждым намачиванием свой вид, скажем. Вот. Можете, в принципе, здесь какие-то бусинки попришивать, какие-то перлочки и так далее. В общем, стразики, пайетки. Опять же, для того, чтобы украсить эту шапочку. Вот. Довольно-таки, на мой взгляд, симпатично и аккуратно получилось. Вам осталось лишь только спрятать вот эти кончики. И, если вы еще не спрятали вот эти нижние, то точно так же с изнаночной стороны спрячете. Вот. Я их оставляла, я обычно ввязываю их в первом ряду, вот эти краешки, но я оставляла лишь для того, чтобы вам правильно показать, как здесь мы соединять будем вот эти вот стеночки. Вот. А после этого они нам уже не нужны, остались, поэтому я их спрятала. Итак, в общем, наша шапочка готова. Я думаю, что украсить самостоятельно вы ее сможете, просто по уголочкам, затем помпончики с внутренней стороны прикрепить. И если вы посмотрите с изнаночной стороны, здесь вот такой вот есть рубчик немножечко, но это лишь вот этот вот переход с резинки 2х2 на резинку 2х2, только уже в измененном виде. То есть здесь он мягенький. Если бы мы закрывали петельки, он был бы здесь гораздо сильнее. И если вы вязали верхушечку вот так вот ровненько, без вот этих жгутиков, то она у вас должна была получиться вот так. То есть, если вы вязали для мальчика, в принципе, вот такая шапочка тоже довольно-таки получилось бы аккуратненько и красивенько. Если бы мы не меняли вот здесь вот, в общем, вязание резиночки на другую, скажем так, часть, то есть там, где лицевые и изнаночные, там, где изнаночные и лицевые, если бы мы не провязывали, то у нас был бы ровный здесь вот такой вот, как шлем для купания или шапочка для купания. Мне такое не нравится, поэтому я здесь меняла узор, чтобы вот так вот моя резиночка отделялась от основного вязания. И благодаря вот такому закрытию получился аккуратненький краешек, который эластичный, то есть он такой немножечко тянется, то есть его можно красивенько, если хотите, в принципе, можете намочить шапочку и уложить, как вам хочется. То есть она ляжет, в общем, на свои места. Точно так же можете на манекене, либо, как наши бабушки с мамами делали когда-то, на баночку одеть и посмотреть. Если у вас ребенок есть и для него вязалась эта шапочка, то будет вообще идеально просто померить на ребенке. Так как у меня ребеночка сейчас нет под рукой, поэтому я буду уже в готовом виде измерять и смотреть. Вот, я надеюсь, что все подойдет и вам было понятно. Кому понравилось, обязательно не забудьте лайкнуть. Спасибо вам, что остаетесь со мной. В хорошем настроении. Пока-пока.